Жители Ильского городского поселения 25 октября смогли обратиться к главе Северского района по личным вопросам. Воездной прием Андрей Дорошевский провел в здании местной администрации. Посетили его семь человек, и многих из них в первую очередь волновали вопросы электроснабжения. Люди уверяют, что перепады напряжения, а порой и частое отсутствие электроэнергии – обычное дело. Не хватает бригад, которые могли бы оперативно устранять поломки в любое время суток, в том числе и ночью. Представитель РЭС пояснил, что действительно существует лишь одна оперативная бригада, работающая по всему району. К примеру, приехать снова в Дмитриевке-Вильский, или мне в Октябрьский, по федеральной дороге, особенно летом. Мы уже разработали тут такие пози-тробы, чтобы можно было объехать эти пробки. Потому что реально едешь три часа, а людям это не расскажешь, не докажешь. А проблема возникает еще, знаете, в чем? Вот эти счетчики умные. Большой минус в том, что они отключаются по превышению мощности. Пока бригада доехала, а свет уже включился, он автоматически, превышение мощности свет отключается, счетчик, проходит 15 минут, а раз включился этот счетчик. Бригада пока три часа приехала снова в Дмитриевке-Вильску, и счетчик уже включился. Несколько обращений касали их земельных отношений. В том числе, одна из заявительниц многодетная мама рассказала, что полученный участок земли семья не может использовать уже несколько лет. Находится он в охранной зоне воздушных линий электропередач. Есть следующее предложение. Мы на основании вашего обращения к заключению кадастрового инженера перенесем границы вашего земельного участка. Площадь останется та же самая, кадастровый номер останется тот же самый, но уберем его в другую сторону. Жители СНТ Придгорье обратились к главе района с просьбой посодействовать в решении вопроса водоснабжения. Пробуривая скважины в этой местности, велика вероятность наткнуться скорее на нефть, чем на воду. Мы просим район, может, субсидии помогут нам чем-нибудь, потому что у нас большинство пенсионеры живут на даче. Поступило обращение и на установку освещения вдоль тротуара, ведущего от школы номер 17 до улицы Ладыгина. Заместитель главы администрации поселения рассказал, что работы уже ведутся. Освещение будет установлено до конца следующего месяца. Субтитры создавал DimaTorzok